Скорость. Мощность. Машина все еще сильно буксует. Перформанс. Может случиться что угодно. В скором времени мой Jeep Grand Cherokee Trackhawk достанется одному из подписчиков канала DSCO. Добро пожаловать в наш мир. Мы хотим показать разницу между Давидом и Голиафом. Это просто что-то с чем-то. Просто монстр. На финал вы сможете прийти и посмотреть своими глазами, кто же выиграет и заберет Trackhawk. Всем привет! Меня зовут Гурам, а вы смотрите канал DSCO. До этого самого дня самый мощный и самый, пожалуй, быстрый автомобиль, который я когда-либо пилотировал, это был 1100 сильный Nissan GTR. К сожалению, тогда я еще не снимал тест-драйвы, но тем не менее, поверьте, я был сильно впечатлен. Но кого сегодня вообще можно удивить быстрым Nissan GTR? Совершенно другое дело. Быстрый AMG GTR. Зеленый, который сегодня претендует на звание самого быстрого автомобиля, который когда-либо пилотировал Гурам. И давайте разберемся, что же у него под капотом. Субтитры сделал DimaTorzok Несколько лет назад компания Mercedes-Benz порадовала всех своих поклонников. Да что там поклонников? Вообще всех любителей спортивных автомобилей, выпустив серию спорткупе Mercedes-AMG GT. И вы знаете, это были изначально правильные автомобили. Даже самые простые версии прекрасно управлялись. А все почему? Потому что двигатель был в базе, трансаксель, то есть правильное размещение коробки передач. И вуаля, машина радовала всех. Но была одна проблема. Двигатель. Самая мощная версия AMG GT-S на тот момент развивала всего лишь 510 сил и 650 крутящего момента. Согласитесь, этого мало, чтобы кого-то впечатлить. Этого было мало даже тогда, 5 лет назад. И вот спустя еще несколько лет бабах, и они выпускают версию AMG GT-R. Какие у вас ассоциации, когда вы слышите буквы GT-R? Скорость, мощность, перформанс. Именно этим стандартам должна была соответствовать машина с буквами GT-R названий. И вы знаете, они не обосрались. Они сделали правильную машину, которая проехала северную петлю за 7 минут 10 секунд. Это очень быстро. Это всего лишь на 2 секунды медленнее, чем McLaren 720S. Машина получилась правильная, и на то были технические причины. Во-первых, двигатель. Теперь он стал развивать 585 сил и 700 момента, что гораздо больше соответствовало буквам GT-R. Но это не самое важное новшество. Самое важное новшество – это полноуправляемое шасси. Задние колеса начали подруливать передним. Именно в этом заключался секрет AMG GT-R. Именно в этом заключалась его скорость на треке. Но яркий, зеленый окрас – это не единственное, что отличает версию AMG GT-R от обычных версий AMG GT. Здесь, во-первых, расширенные крылья и спереди, и сзади. Спереди на 4,5 см, сзади на 5,5 см. Машина стала угрожающе широкой. Во-вторых, здесь появился новый передний бампер. Гораздо более агрессивный и гораздо более эффективный, что очень важно. Передний бампер прячет в себе еще и активную аэродинамику, которая в том числе помогает создавать разряжение под автомобилем. Это очень важно. Поехали дальше. Появился агрессивный задний спойлер, который несет в себе определенные аэродинамические функции. Он настраивается вручную под тот трек, на котором вы будете наваливать. Именно так он эффективный, не просто эффектный. Ярко выраженная агрессия передней части автомобиля великолепно коррелирует с ее задней частью. Что там есть? Во-первых, любопытнейшая выхлопная система. Там большой центральный патрубок и два маленьких, которые скрыты в крутом, очень красивом и очень эффективном аэродинамическом диффузоре, выполненном из карбона. Как я уже говорил, заднее крыло и надпись GTR с правой стороны крышки багажника. Важнейшее достоинство внешности AMG GTR заключается в том, что его не хочется трогать. Знаете, почему я не люблю внешний тюнинг? Потому что тонкая грань между качественным внешним тюнингом и колхозом мало кому заметна и мало кому понятно. В данном случае в этом автомобиле все настолько агрессивно и гармонично, что трогать его внешне не хочется. Чего не скажешь о технической части этого автомобиля. Техническую часть как раз таки хочется дорабатывать. И в общем-то именно этим занялся владелец этого AMG GTR. Чтобы совершенно точно понять, как эта машина едет, нужно доехать до Дмитровского автополигона. Но сейчас пока в моем распоряжении платная дорога и возможность, не нарушая, разогнаться до 130 км в час, я этой возможностью непременно еще раз воспользуюсь. Вы знаете, даже в голове повышается внутричерепное давление от такого ускорения. Я думаю, что с таким мотором, с такой мощностью эта машина гипотетически на Нюрнбург-Ринге, наверное, разорвала бы вообще всех. Даже SVJ и GT2 RS. Потому что то, чего ей не хватало, чтобы показать рекорд на этом треке, а это именно мощность, здесь теперь появилась в избытке. Но то, как машина поворачивает, то, как машина грызается в асфальт, благодаря в том числе и филигранно настроенному полноуправляемому шасси, здесь я снимаю шляпу. Это правда очень круто. И у BMW нет ни одной машины, которая даже приблизительно так управляется. Я это говорю абсолютно с чистым сердцем. У Audi, кстати, есть R8, а у BMW конкурента, к сожалению, этому автомобилю нет. Я с трудом, с трудом сдерживаю порыв рассказать вам о всех технических новшествах, которые сделали и сотворили специалисты God Motors. Но прежде, прежде, давайте скажем спасибо специалистам AMG за то, что они засунули двигатель в самое правильное место. Посмотрите, вот линия чашек. Мы видим, что двигатель, турбины и почти все навесное находятся полностью в базе. Именно в этом секрет отличной управляемости семейства AMG GT. Ну, по крайней мере, AMG GT купе. Про четырехдверную я пока что промолчу. Ну, а теперь сердце этого монстра. То, над чем основательно трудились представители God Motors. Двигатель 4 литра V8 Twin Turbo был полностью, полностью, полностью переработан. Родным остался, пожалуй, только блок, который у AMG, кстати, великолепный. Кованые поршни, кованые шатуны. Это все понятно, чтобы они держали теплонагрузку и увеличенный крутящийся момент. Далее. Портинг ГБЦ. Это увеличение каналов головки блока цилиндров. Для того, чтобы мотор мог больше воздуха засосать и больше выхлопных газов вытолкнуть. Поехали дальше. Турбокит на базе больших турбин. Гаррет 3582R Gen2. Это мощные, это большие турбины. Для сравнения, в том CLS, который мы тестировали до этого, стояли турбины 3076. Здесь 35-ки. Гипотетически, каждая из этих турбин может выдать до 800 лошадиных сил в максимальном режиме. Ну и, разумеется, доработали топливную систему, поскольку много воздуха от турбины мы получили, но нужно сжечь еще и много топлива, чтобы получить много мощности. Что есть в багажнике AMG GTR? Собственно говоря, особенно ничего. Он небольшой. И я вижу, что здесь слева есть крестик. Это означает, что там, скорее всего, спрятана аптечка, либо медикаменты для человека. Но, поскольку всем плевать на здоровье человека и гораздо важнее здоровье двигателя, то мы, открыв это отделение, видим, что тот самый бачок метанола. Потому что бачок метанола является медикаментом для двигателя. И здоровье двигателя гораздо важнее здоровья человека. Добро пожаловать в наш мир. Кроме этого, полная выхлопная система, доработка системы охлаждения. Все это позволило увеличить мощность до... А вот здесь самое интересное. Никто не знает, ни один человек на планете не знает, до какого количества лошадиных сил. Поскольку кит, который установлен на этом зеленом AMG GTR, экспериментальный. Никто до этого еще такой кит не ставил. И никто не успел эту машину замерить на стенде, поскольку владелец ее в спешке забрал, чтобы успеть на Unlimp 500+. Именно поэтому прямо сейчас мы направимся на динамометрический стенд, чтобы узнать и открыть миру глаза на новую тайну. На новую загадку мощности этого столь быстрого Мерседеса. Ну и конечно же, конечно же, конечно же, я чуть не забыл. Полностью усилена коробка передач. Что именно они делают и как это секрет компании God Motors. Потому что только они могут усиливать эту коробку передач, которая, кстати, находится над задней осью. Это называется трансаксель. Ну, хватит болтать, поехали на стенд, посмотрим, сколько эта машина выдаст. Ну а вы, дорогие подписчики, прямо сейчас напишите в комментариях, какое число лошадиных сил выдает этот Мерседес. Посмотрим, сможете ли вы угадать или же нет. Мы добрались до стенда. Суперфлоу стенд. Машина уже привязана. И сейчас мы будем заправлять спортивное топливо C16. Что это такое? Я про это уже рассказывал. Это топливо в гоночных кругах также именуют как Шанель. Поскольку выхлоп от этого топлива имеет характерный аромат. И почему оно спортивное? Потому что здесь повышенное октановое число. То есть есть 92-й бензин, 95-й, 98-й. Есть сотый, который уже на многих автозаправках есть в наличии. И это уже не спортивный бензин. А есть вот топливо типа C16, C23, VP-импорт, MS109 и так далее. Это топливо, у которых октановое число превышает 105-110. А может быть даже и 120 у некоторых. Например, у C23. Соответственно, мы сейчас зальем этот бочонок. Это топливо продается далеко не везде. Конкретно этот бочонок нам достался от Гоши Турботех. Они сейчас привезли огромную партию спортивного топлива различного вида. И будут, в общем-то, предоставлять его всем желающим. Конечно же, за деньги. Заливаем это топливо, включаем впрыск метанола и пытаемся получить максимальную отдачу от этого мотора, от этой конфигурации. Потому что, как я уже говорил, никто вообще не знает, сколько эта машина может показать. И есть, конечно же, вот этот замечательный электронный насос, который все сделает за меня. Гурам, что происходит? Мы обрызгаем на задние шины WD-40, чтобы сделать шины немножко мягче, поскольку машина очень мощная и она даже на стенде буксует. Если это не поможет, затем Демид и Сослан сядут в багажник. Будут нести роль, скажем так, утяжеление задней оси, чтобы машина еще сильнее прижималась к барабанам стенда. Если и это не поможет, тогда и Максим туда сядет. Если и Максим не поможет, тогда, ну уж извините, придется поехать на дорогу проверять. Мы вышли на 987 сил, но машина все еще сильно буксует. Поэтому мы сейчас сажаем, ребят, в багажник, чтобы сильнее прижать задние шины к барабанам. Надеюсь, это поможет, и мы покажем тысячу плюс. Мы посадили в багажник еще и с Асланом, потому что машина все равно буксует даже с Демидом. Но пока что мы вышли на 1060 лошадиных сил. Наша задача показать 1100. Мы будем довольны, потому что температура плюс 30. Покажи, что плюс 30. Что, все нормально? Ну, на такой мощности может случиться что угодно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, и будьте любезны, еще пиццу с грушей и горгонзолой на тонком тесте. И, если возможно, добавьте туда анчоусы. Да. Спасибо большое, будем ждать. Спасибо. Ну, а вы что, подумали, что мы сломали Мерседес? Да нет, просто топливо, которое здесь используется, C16, стоит 500 рублей за литр. Это достаточно дорого, поэтому, чтобы приехать на Дмитровский автополигон, гораздо дешевле и целесообразнее использовать эвакуатор. Что мы и сделали. Когда мы теперь заехали на стенд, когда на стенде машина в плюс 30 с чем-то показала более 1060 лошадиных сил, а учитывая температуру, то можно смело сказать, что в ней 1100, поскольку плюс 30 на стенде машине очень жарко, я вам могу сказать, что эта машина еще и, наверное, способна удивить искушенного человека, знающего, что такое быстрая машина по прямой. И сейчас я попробую в режиме спорт плюс открыть полный дроссель. Ну, теперь я понимаю, зачем здесь на задней оси полуслики Той 3,8-ки R. Потому что даже с этими полусликами машина едва не теряет зацеп с дорожным полотном в сухую, жаркую погоду. Плюс 25 на спидометр... Да, плюс на спидометр. Все, у меня уже речевой аппарат съехал от того, что... Пожалуй, да, эта машина может претендовать на звание... Название самой быстрой машины, которой я когда-либо управлял. Сейчас, конечно же, я хочу понять, как же едут 1100 лошадиных сил на заднем приводе с места. Вот просто отключу все системы стабилизации, зажму свое нутро, скажем так, и попытаюсь понять, каково же это. Бросает ее, не бросает. Нервная она, не нервная. Вот мне интересно это понять. В городе у нас такой возможности не было, благо Дмитровский автополигон. 5 километров идеально прямой ровной дороги эту возможность дарят. А этот звук, я хочу официально заявить. За всю историю тех автомобилей, которые я тестировал на канале Драг Таймс, на канале ДСЦОВ, это самый яростный звук выхлопа. Кстати, на втором месте CLS 63, который также готовился в ГАД Моторс. Но это, этот центральный выхлоп, поскольку он еще и близко находится к вам, это просто что-то с чем-то. И он настолько громкий, что на нем даже немножко некомфортно. То есть, если перемещаться на подобном автомобиле с таким тюнингом, более одного часа начинает гудеть голова. То есть, как спортивный автомобиль, как автомобиль выходного дня, выхлоп просто огонь. Но каждый день на таком выхлопе увольте. Бортовая наклейка под номером 8 демонстрирует то, что эта машина участвовала на гонках Unlimp 500+, на тех же гонках, на которых я выступал на Trackhockey и на M5 F90. Что она там показала? Она там показала результат быстрее, чем McLaren 720S, причем как по времени, так и по скорости. Постоянно шла борьба с зацепом. Машина не могла никак зацепиться на новом асфальте Unlimp 500+, поэтому я уверен, что эти результаты на московской миле будут улучшены. Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что McLaren, который едет на 2 секунды быстрее на Нюрнбург-Ринге и медленнее на Unlimp, стоит 30 миллионов рублей. А сколько будет стоить вообще собрать подобный Мерседес? Автору нам говорит, что новый Мерседес AMG GTR начинается от 15 миллионов рублей. Теперь самое интересное. Подобный тюнинг от GAD Motors обойдется вам примерно в 4,5 миллионов рублей. Итого, имея 20-ку на кармане, вы получаете машину, которая, скорее всего, будет быстрее и по треку, и по прямой. Ну, а теперь у тебя, наверное, вопрос. Если мы знаем результаты этой машины на Unlimp, если мы знаем ее замеры, зачем мы вообще приехали на Дмитровский автополигон? Зачем мы проделали столь длинный путь? А я вам отвечу. Мы хотим показать разницу между Давидом и Голиафом, только когда Голиаф по-настоящему Голиаф и монстр. Это вот этот вот быстрейший Мерседес и моя скромная, стоковая, но самая быстрая заводская BMW. Прямо сейчас мы встанем на полмили и посмотрим, какая же будет разница. Ребят, сложно описать словами то, что мне сейчас предстоит. Это как выйти на ринг с собственным сыном. Причем не тогда, когда вам 50, а сыну 25, и он в расцвете сил. А когда вам 35, а сыну 5. Вот именно те же эмоции я испытываю прямо сейчас. Мне придется бить, избить, надругаться над любимым детенышем, над любимой моей М5. Но что не сделаешь ради того, чтобы объективно показать, как едет стоковая, хоть и очень быстрая машина BMW M5 F90 и как едет этот монстр GAT AMG GTR. Ну, давайте проверим. Дмитровский автополигон. Мы готовы. Макабы, увы! Охренеть, она, конечно, прет. Просто охренеть, она прет. Разница уже корпусов 5. Охренеть, конечно. Я проиграл, я проиграл с места, ну, наверное, там где-то корпус. Я чуть-чуть, может быть, раньше стартанул, но при этом, при всем, начиная со 100 км в час, я начинаю уходить просто в космос. Как бы мне не было тяжело это признавать, но этот Mercedes, это даже, даже близко не M5 F90. Это просто монстр, а там просто какая-то букашка. Mercedes AMG GTR от GAT Motors. Очередной, абсолютно сумасшедший, сумасбродный и непонятный проект. С одной стороны, мы имеем большую стоимость тюнинга, 4,5 миллионов рублей. С другой стороны, мы имеем 1100 лошадиных сил, подтвержденных в Москве на стенде. С одной стороны, мы имеем откровенные проблемы с полной реализацией этой мощности, поскольку на Анлиме машина ехала чуть медленнее, чем Stage 2 M5. Кстати, к этому вопросу. Очень часто во время тестов быстрых Mercedes, в том числе от GAT Motors, я читаю комментарии о том, что вот M5, Ramon Performance же быстрее на четверть мили. Да, быстрее, угомонитесь. Действительно, пока что никто не перебил результат той серой M5, 9,901, это круто, это здорово. Но у этого AMG GTR скорость на выходе с полумили 300 км в час. Это говорит об одном, что не очень хорошее время, лишь результат проблем с зацепом. Как только эта машина зацепится, поверьте мне, все сегодняшние быстрые BMW останутся позади. И я думаю, что владелец реализует это на московской миле, которая состоится 27-28 июля. И да, я немножко грустный, потому что я вижу и знаю потенциал этого Мерседеса. И, к сожалению, BMW сегодня в России противопоставить нечего. Хотя, вы знаете, есть одна BMW, которая сможет дать бой этому Мерседесу. После того, как моя М5 жестко проиграла тюнинному AMG GTR, я всерьез задумался. Может быть, стоит взять мою М5 и тоже ее затюнить. Но вы знаете, у этого решения есть несколько недостатков. Во-первых, это тюнинг, а это означает, что в Инда положь деньги. Во-вторых, это тюнинг, а это означает, что машина повиснет на подъемнике. Это сроки, это ожидание, мучительное ожидание. Но вы знаете, есть мир, в котором вам не нужно платить деньги за тюнинг. Вам не нужно ждать. Это мир игры Crossout. Мир апокалипсиса, где ваша главная задача собрать машину смерти. Накинуть на нее броню, пулеметы, плазмоганы, базуки, да что угодно. Проявите фантазию. Самое главное, чтобы ваша машина могла уничтожать ваших соперников. Вы можете играть в онлайне со своими друзьями или проходить кампанию, где вас ждут очень мощные боссы. Проходите по ссылке в описании и скачивайте бесплатную игру Crossout, которая прекрасно скрасит ваши вечера. В скором времени мой Jeep Grand Cherokee Trackhawk достанется одному из подписчиков канала DSC Off. Как это стало возможным? Это стало возможным благодаря нашим партнерам автотехцентру ЮКТ и компании Автору. Первый этап конкурса мы уже анонсировали. Он идет полным ходом и у вас еще есть возможность принять в нем участие. Он завершится 6 июля. Параллельно мы запускаем второй этап конкурса. Помните, мы вам говорили, что мы хотим охватить максимальное количество социальных групп? Мы хотим охватить спортсменов. Специально для них был первый этап. Мы хотим охватить геймеров. Для них будет второй этап, о котором я расскажу чуть позже. И будет еще третий этап, который коснется любителей и знатоков автомобильного мира. Гурам, ты все объяснил, но я ничего не понял. Одну секундочку. Чтобы было понятно, около этой доски нужно все объяснять в халате. Итак, что мы имеем? Мы имеем трек-хок. Это наш главный приз. Мы имеем три конкурса. Первый, второй и третий. Вам не нужно участвовать или же выигрывать каждый из этих конкурсов. Достаточно выиграть в одном. Тогда вы уже попали в финал и можете расслабиться и ожидать этого финального состязания за право владения трек-хоком. То есть, с каждого из конкурсов у нас выходит по три человека. Еще раз, на всякий случай повторюсь, вы можете участвовать в том конкурсе, который нравится вам больше. Не обязательно, не обязательно участвовать во всех трех или выигрывать во всех трех. Достаточно выиграть в любом одном, который вам ближе, который вам проще. И вот эти девять человек какое-то инопланетное существо по-моему получилось. Вот эти девять человек финалисты первого, второго и третьего этапа нашего конкурса «Хочу трек-хок» сразятся уже в финале и один из них получит ключи от машины. Причем, самое интересное, что он получит ключи не от простого трек-хока, а от доработанного. Его доработку совсем скоро мы начнем совместно с автотехцентром «Юкатэ». Машина станет чуть быстрее, чуть красивее и ярче. Ну, а теперь давайте перейдем к обязательным условиям, которые нужно выполнить, чтобы вообще участвовать в этом конкурсе. Во-первых, вы, конечно же, должны быть подписаны на канал ДСЦОф, на YouTube канал ДСЦОф. Во-вторых, мы просим еще раз на всякий случай, чтобы со всеми участниками нашего конкурса у нас был нормальный контакт, написать комментарий под этим видео, в котором вы укажете хэштег «Хочутрэкхок» и укажете ваш Instagram аккаунт, чтобы мы могли с вами общаться. В-третьих, вам нужно подписаться на Instagram страничку автотехцентра ЮКТ, ссылка будет в описании. В-четвертых, вам нужно подписаться на Instagram страничку Автору и YouTube канал Автору ТВ. Ссылки также вас будут ждать в описании. Ну, а теперь перейдем к самому интересному, к условиям второго этапа конкурса «Хочу Трэкхок». Второй этап – игровой. Вы помните, в детстве, когда мы играли в гоночные симуляторы, мы пытались показать лучший результат, чтобы нам досталась новая, более быстрая тачка. Так вот, ребята, у вас есть возможность сегодня, играя так же, как и в детстве, получить новый автомобиль Трэкхок. Что нужно сделать? Вам нужно скачать бесплатную игру Forza Motorsport Apex 6. Ну, или Forza, по-разному ее называют. Она абсолютно бесплатная. Затем, в режиме свободной гонки, вам нужно выбрать автомобиль Chevrolet Corvette C7R 2014 года. Это лютый, спортивный корж на заднем приводе. На нем будет не очень-то просто ехать быстро по треку, а трек Рио-де-Жанейро конфигурация 2. Не перепутайте. Ваша задача, повторюсь, показать лучшее время на треке, записать экранное видео и прислать нам на почту. Очень важно правильно указать тему письма. Вначале пишется хочу трекхок, затем время прохождения трассы и ваш инстаграм аккаунт. Зачем инстаграм аккаунт? Как я уже говорил, чтобы с вами связываться. Если у вас нет инстаграм аккаунта, просто зарегистрируйте его. Не нужно наполнять его фотографиями, просто зарегистрируйте, это длится 5 минут. Ну и конечно же вы наверное сейчас запутались, что нужно сделать, где взять игру, как записать экран. Именно для вас, наши добрые друзья, группа ВКонтакте Forza World приготовила для вас подробнейшую инструкцию, шаг за шагом, как скачать игру, как ее установить, как записать экран и и так далее. Все это будет ждать вас по ссылке в описании. Переходите к ним в группу, посмотрите инструкцию и дерзайте. И да, очень важно, некоторые из вас почему-то сомневаются, что розыгрыш, точнее не розыгрыш, а наш конкурс реален. Я хочу вам сказать так, я не могу пока раскрыть вам условия финала нашего конкурса, но могу вам сказать совершенно точно, что вход будет открытый. на финал вы сможете прийти и посмотреть своими глазами, кто же выиграет и заберет трек-хок, чтобы у вас не было никаких сомнений. Ну а с вами была команда DSC-OF, я вновь желаю вам удачи, давайте покажите крутое время и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok